Библейский портал экзегет.ру представляет 16 глава 4 книги царей Свой перевод читают для библейского портала экзегет с небольшими комментариями У нас воцарился Ахаз в Иерусалиме, в Узе Этот царь, прежде всего, известен тем, что пророк Исаия с ним разговаривал Но тут мы видим не столько про Исаию, сколько про общую обстановку с севера Наседает Ассирия, пока еще никто не понял, кажется, что она будет следующей мировой империей Но она уже набирает силу, захватывает территорию от Северного Израильского царства А Северное Израильское царство, в свою очередь соединившись с арамейскими царствами с центром в Дамаске Нападает на Южное Иудейское, вот так и живут они На 17-й год правления Пеках, сына Ремалии, в Иудее воцарился Ахаз, сын Йотама Ахаз воцарился в возрасте 20 лет, и 16 лет правил он в Иерусалиме Не были его поступки верны в очаг Господа, как поступки праотца Давида Он пошел по пути царей израильских, и даже сына своего провел через огонь О чем идет речь не очень понятно Возможно, что он его принес в жертву и сжег его на жертвенники Такие же мерзости творили народы, которые Господь прогнал ради народа Израиля Он приносил жертвы и срушал воскурение в святилищах на высотах и на холмах и под всяким раскидистым деревом Тогда рамейский царь Рецин и израильский царь Пеках, сын Ремалии, пошли войной на Иерусалим Осадили его, но так и не смогли одолеть Ахаза Тогда же рамейский царь Рецин вернул арамеям Айлат, очистив его от иудеев Арамеи пришли туда жить и остаются там по сей день Айлат – это город на побережье Красного моря, до сих пор в Израиле существует такой город примерно в этом месте Ахаз отправил послов к ассирийскому царю Теглат-Паласару с такими словами Я тебе слуга и твой сын, приди же избавь меня от арамейского царя и от израильского царя, пошедших против меня Ну вот, чтобы справиться с соседями, ему нужно позвать кого-то великого, ассирийцев, например При этом Ахаз взял серебро и золото, какое только нашлось в храме Господнем И в царском дворце отправил все это в дар ассирийскому царю Ассирийский царь послушался его и выступил ассирийский царь на Дамаск Захватил его жителя и отправил его сглание в Кир Арицина предал смерти Ну вот, прибегая к помощи могущественного государства Нужно ждать, что это государство потом и тобой займется Царь Ахаз отправился в Дамаск встретиться с исирийским царем Цеглат-Паласаром В Дамаске царь Ахаз увидел тамошний жертвенник и отправил священнику Урии изображение этого жертвенника со всеми подробностями его устройства Жертвенник, то есть место, на котором сжигались жертвы Священник Урия воздвиг жертвенник в точности по изображению, которое прислал из Дамаска царь Ахаз Священник Урия сделал это еще до прибытия царя Ахаза из Дамаска Когда царь вернулся из Дамаска, то увидел жертвенник Царь приблизился к жертвеннику и принес на нем жертвы Тоже необычная вещь, потому что, как правило, все-таки приносит жертву священник А царь и священник – это два разных служения И здесь мы даже не очень понимаем, кому он приносил жертву Потому что он же скопировал языческий жертвенник И принес на нем жертву И все сожжение сжег, и хлебный дар, и возлияние совершил И окропил жертвенник кровью благодарственного дара, который он принес Разные виды жертвы, которые по-разному, соответственно, выглядят А медный жертвенник, который был перед самим Господом То есть внутри святилища, он передвинул от входа в храм Чтобы не стоять ему между новым жертвенником и храмом И поставил его сбоку от нового на северной стороне Царь Ахаз повелел священнику Урии так На большом жертвеннике, сжигая утренние жертвы и вечерние приношения И всесожжение от царя, и хлебные дары от него И всесожжение от всего народа, и хлебные дары и возлияние Крапи его, всякой кровью от жертв всесожжения, и любых других жертв А медный жертвенник будет для особых нужд Может быть, для гадания, тут точно непонятно Священник Урии сделал все так, как велел ему царя Ахаз Царь Ахаз также снял с подставок, закрывавшие их щитки Снял чаши с подставок о медное море с медных быков На которых оно покоилось и поставил прямо на мощеный пол Мы плохо понимаем некоторые подробности Но, в общем, вот ту самую утварь, которая была в храме Он переделал немножко, упростил И вот эти умывальницы и все остальное было нужно Прежде всего для омовения священников и, возможно, жертв Также он убрал построенный субботний навес Мы не знаем, что это И царский проход, что шел вокруг храма И все это ради ассирийского царя Видимо, для того, чтобы его как-то задобрить дарами Максимально было, скажем так, упрощено внутреннее храмовое убранство Прочие дела Ахаза Обо всем, что он совершил, записанном в летописном свитке царей иудейских Ахаз приложился к правосам Был похоронен с ними в городе Давидом Вместо него воцарился его сын Хиския Ну и, соответственно, об этом будет в следующей 17 главе Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...